Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в химяночку на серии Мазин Хролиплей, первый серий, мы не Кирилл Путбуль, и сегодня будет очень довольно-таки хороший видосик, думаю по названию ролика, по превью вы уже все поняли, поэтому не буду долго вас интриговать, В принципе, вот я купил себе BMW i8, это просто охуенно, BMW i8, какую я очень хотел, очень ждал, прям очень ждал, я еще знал, что ее добавят в новую модпак где-то месяца 3 назад 4, я уже знал, что она будет в модпаке, я ее очень ждал, прям, блин, машина реально бомба, И самое знаете, что смешное, как в принципе вы понимаете, я продал GTR, я продал GTR, вот у меня Rolls-Royce, BMW, и я продал GTR, продал GTR очень дешево за 7 миллионов И купил вот эту i8, просто, я купил эту i8 за 7 миллионов 300 тысяч, вы представляете? GTR я продал дешевле, хотя у него Oscar дороже на 1 лям, и купил вот эту i8 купил за 7,3, конечно да, я чокнутый человек, но я хотел, блин, я бы мог и купить салон на i8, поставить на нее номера, но, как мы все знаем, что нормальные номера уже все в принципе заняты, поэтому, в принципе, я принял решение купить ее с рук, но на блатах И самое смешное то, что это та i8, которую я покупал с салона, то есть Bentley, помните, у меня была Bentley, помните, с номерами этими, это та же самая Bentley, какую я продал 5 месяцев где-то, примерно 5 месяцев назад, и вот я ее снова купил себе обратно, прикиньте Вот это поворот Сколько времени прошло, и она обратно ко мне вернулась, понимаете, карма просто какая, блин, вот это я просто с такой совпадением, это именно та Bentley, то есть теперь это i8, которая у меня была 5 месяцев назад, которую я продал, и потом я вместо Bentley купил себе Maybach, вместо Maybach потом купил себе Rolls-Royce Ну, давайте уже перейдем к самой машине Я на ней покатался, я вчера ее купил, проехал на ней примерно уже 1000 километров И разобрался в ней Что меня не устраивает? Как вы видите, у меня почему-то не работают задние фары Вот у всех работают они, как бы, я у всех спрашиваю, типа, горят задние фары? Они говорят, да У меня не работают Напишите, пожалуйста, с чем это связано У меня они не горят Задние фары вообще абсолютно никак Минуточку внимания Хочу поставить вам свой спортзал в Южном Он находится недалеко от здания ДПС Также вы можете его найти с помощью GPS Первый раздел и восьмой бизнес В спортзале вы можете изучить много стилей боя Которые вам пригодятся для самообороны, либо в какой-то фракции Также вы здесь можете переодеть И после сильной тренировки принять душ и спокойно чистить и пойти домой Так что приходите в мой спортзал, вход бесплатный, буду ждать всех Это не то, что они разбиты, они целые Видите, сзади фары горят Как бы, видите, они не работают просто Они действительно не работают Вот я ее в такой цвет покрасил, она была белая Ну, банальная, блин, конечно, белый цвет ей очень идет Но это банальная, я видел много и восемь, ну как много Их относили пока что немного, штуки две-три Но они в основном все белые Я решил сделать такой индивидуальный цвет Вот такой вот коралловый, можно так сказать Такой очень красивый цвет, какой ей очень идет и подходит Как бы, может в будущем, кстати, диски поменяю Давайте я в нее уже присяду Присяду, вот дверь как открывается У меня это очень прикалывает, смотрите, как дверь открывается Ну, это ж прикольно Итак, внимание, смотрим, как элегантно я, толстяк, влезаю в эту тачку Подошел Присел Значит, сразу оговорюсь Если эта тачка будет ездить зимой, она будет грязная Я не знаю, как это получится Я думаю, все будет вот здесь сзади грязное Но в летних условиях выглядит это так Закинул попу Это реально прикольно Как открываются двери Это шедевр просто Это просто шедевр Согласитесь? Ну, реально, блин Это великолепно Как двери открываются Конечно, я ее купил не из-за дверей А из-за самого дизайна Мне ее дизайн очень нравится Я столкнулся с некоторыми проблемами Про которые я сейчас вам расскажу Конечно, я от этой тачки очень кайфую У нее больше плюсов, чем минусов Как бы Какой минус? У меня проблемы с фарами Меня это очень бесит Надеюсь, вы мне поможете там в комментариях Либо вы ко мне напишите Вот фары не работают сзади Меня это очень раздражает Я не знаю, почему Как бы Вторая проблема Ну, может не проблема Это я так думаю Как бы, когда она заведена Я не понимаю, она заведена или нет Потому что выхлоп у нее не работает Действительно, выхлоп у нее не работает Его нету просто Давайте я сяду Вот так вот Вот смотри, сейчас Насадите на панель лучше Машины именно Где километры показываются бензином Вот, я ее завел Я ее завел Но дыма нету нигде Вообще, дыма Вот, видите Нигде нету дыма Непонятно, что она заведена Если вы ее вставите Вы издалека не поймете Блин Заведена она или нет Как бы Вот в чем прикол Весь Но тачка очень круто выглядит Я думаю, вы со мной согласитесь И если вы думаете Брать ее То обязательно берите GTR я продал Из-за того, что он некрасивый Да, действительно, новый GTR Который в новом отпаке Он ужасный Но я продал его не за того, что Он ужасный Я бы с радостью его оставил Мне было очень жалко его продавать Прям очень жалко Но Мне надо было место для i8 И деньги У меня деньги, блин Как бы маловато денег, в принципе Бизнес несет хорошую прибыль Но Этого, в принципе, недостаточно Чтобы купить там машину Какую-то дорогую Могу даже вот финку Показать за сегодня Вот, можете посмотреть Да, хорошая финка Но Все равно мне этого не хватает Чтобы купить Там Очень дорогую машину i8 Стоит 6 миллионов В салоне Вот Давайте я даже Госку покажу ее Вот 6 миллионов Гос у нее Вот номера Цвет Вот такой вот Зря, конечно, цвета показал Теперь будет плагиатить Вот пробег И бензин Надеюсь я То, что после Глобального обновления После ГО Сделаю так, что У нее не будет заканчиваться Бензин Потому что Это как бы гибрид Она и электрическая И сзади мотор стоит Капот у нее не открывается Могу сразу сказать Вот Капот у нее не открывается Багажник открывается Но там На самом деле Трудно что-то рассмотреть Нитра вот здесь Я, наверное, нитра поставил Когда я покупал Она вроде без нитра была Я не вижу Что-то там есть Нету Блин, там непонятно На самом деле В принципе Это как бы гибрид Я думаю Как бы смысл В том, что Открываться Так Это не та кнопка Вот Багажник закроем Диски вот эти Очень красивые Потому что Я видел i8 на других проектах У них диски Как раньше были На m5 e60 А вот здесь Им настоят Настоящие диски По-моему Оригинальные От i8 Это очень круто Действительно Очень даже круто Я долго подбирал Кстати на нее цвет Но в итоге Остановился на этом Не все цвета ей подходят Скажу сразу Как бы Белый ей подходит Такой Как она называется Темно-вишневый Подходит И вот такой вот Тоже подходит Максимальная скорость У нее 150 км в час Вместо i8 Раньше это была Бентли Бентли Как я и говорил В принципе Да и в карпасе Как бы написано Вот В карпасе написано Многие не знают Что это i8 Будет Или уже есть Их продают В принципе У вас есть шанс Я думаю После глобального обновления Она будет стоить Лямов 10 Серьезно Я думаю Цены поменяют И она будет стоить Миллионов 10 Серьезно Потому что Как бы Ламба стоит Сейчас 10 миллионов Я думаю Как бы Это i8 Будет конкурент Ламборгини То есть Ламборгини Стоит 10 миллионов Я думаю i8 Будет конкурентом Для ламборгини В принципе Поэтому я думаю Она Будет стоить Так же В принципе Нормальные деньги Она будет стоить Еще проблема в том Что когда нитро Включаешь Непонятно Оно включено Или нет Серьезно Сейчас вроде Включено Потому что Она валит Бешено Реально У нее разгон Очень Очень Быстрый И она Очень Управляемая Ну Просто под нитро Да Она такая Что под нитро Была Как я понял И под нитро На ней Немного Трудновато Управлять Но Я могу На скорости Там 150 В очень Тяжелые Повороты Входить Как бы И Все будет У меня Хорошо Так Выезжаем Воп i8 В принципе Вот такая Вот красавица Я честно Не жалею Что я ее Купил Я очень Ее хотел Как только Выпустили Модпак Я уже Хотел ее Купить Но Потом Что-то Передумал Как бы Решил Подождать На следующий день Я увидел Ее на сервере Как чувак Катался И Я на ней прокатнулся Блин Я очень ее захотел Конечно Да Я поспешил С тем Что продал ГТР За 7 миллионов Да Я ушел В минус Я ушел В жесткий Минус К сожалению Да К сожалению Я ушел В жесткий Минус Чувак На тракторе Приехал Я ушел В жесткий Минус Но В принципе Я думаю Оно того стоило Надеюсь Когда уже выйдет официальный модпак То что Ай-8 Ну Останется Ай-8 Здесь Как бы А прикиньте Такая ситуация Я Там С тем ох Разговаривал Прикиньте Вот Блять Это же Тест-100 модпак Прикиньте Под средством модпака Вместо ГТР Сделают Ай-8 А вместо Ай-8 Сделают ГТР Ну как бы Я Продал же ГТР Прикиньте Какое Западло Просто будет Мой Спортзальчик Работает Заебись Так Валит Она Довольно Таки Неплохо На самом деле Даже Очень неплохо Рулится Очень Даже На скорости Очень Даже Хорошо Рулится Сейчас Нитрос Включился Поэтому Ее Так Кидануло Нормально Максимальная Скорость 150 км Мустанги Я натягивал Уже В принципе И ГТР Вроде Тоже Я могу Натянуть С места Вроде бы Как Она Очень Хорошо Ускоряется И Очень Хорошо Рулится Давайте Дальнобойщика Пропустим В принципе Машина Реально Очень Красивая Я думаю Она Будет Очень Популярна На Проекте Потому Что Реально Машина Очень Красивая Просто Салон У нее Тоже Красивый Салон Кстати Красится Вроде бы Как Но я Черный Сделал Салон Я не Помню Вот это Видите Вот это Черные Вставки Они Вроде Тоже Красятся Я точно Вам Сказать Не могу Ноздри Вот Такие Вот Такие Есть В принципе Но Блин Если вы Хотите Себе Ай8 То Я Б На Сомест Купил Сейчас Потому Что Потом Она Будет Стоить Дорого Ну Реально Я думаю Она Будет Дорого Стоить Потому Что Этой 8 Как Б Эта Машина Не Из Дешевых Будет По Любому По Любому Не Из Дешевых Поэтому В принципе Можете Пока Взять Чтобы Потом Не Отдавать За Нее В Два Раза Дороже Больше Может Быть Мне Кажется Она Будет Стоить Где-то Для 10 15 Если Ее Сделают Чтобы Она Чтобы У Не Тратился Бензин То Она Думаю Будет Дорогой Я Надеюсь На То Что Это Сделают То Что У нее Не Будет Тратиться Бензин Именно Это Будет Очень Круто Как Бы Это Все Так Гибрид И По РП Было Было Круто Чтобы Как Бы У Нее Бензин Не Заканчивался На самом Деле Это Было Бы Очень Круто Машина Действительно Хорошая Она Оправдала Все Мои Надежды Я На Ней Катался Только Выложили Я У Админов Просил Машину Взять Покататься Я На Ней Покатался Она Мне Не Так Зацепила Как Я Вчера На Не Поездил У Моего Подписчика У него Там Номера Ауде 3000 Я Думал Него Купить Потом Когда Я Продавал ГТР Я Увидел Что Продут Вот Эту Мою Бывшую Машину И Я Быстро Продал ГТР Чуваку Как Кстати Другу Того Чувака Какой Продал Мне И 8 И Купил У него И 8 За 7 3 В принципе Дорого Знаю Я знаю Что Это Дорого Действительно Это Даже Очень Дорого Для Этой Машины Потому Что 6 Миллионов Я Купил За 7 3 7 Миллионов Для Него Была Была Очень Даже Нормальная Цена Я ему Говорил Давай За 7 Он Сначала За 7 5 Ее Продавал Типа И Торох Я пишу За 7 2 Он Пишет 7 3 Ну Я В принципе Долго Не Думая Согласился Она Вроде Полноприводная Да А Нет Она Заднеприводная Она Заднеприводная Лол Я Думал Она Полноприводная Оказывается Она Заднеприводная Ну Блин Печально Конечно Но Все Равно Едет Она Довольно Таки Неплохо Разгоняется Видите 150 Вообще Ну Быстро Набрала Машина Поэтому Все Очень Даже Круто Да И Надо Было Мне Врезаться Конечно Так Но Думаю В принципе Это Будем Заканчивать Я Вам Показал Рассказал Про Эту Машину Я Не Жалею Пока Что Что Я Купил Но Всегда Первое Впечатление Может Быть Через Недельку Вам Расскажу Точно Мои Впечатления Внешне Мне Очень Нравится По Управлению Тоже Довольно Таки Неплохая Хотя Думал Она Полноприводная Она Кажется Заднеприводная Но Для Заднеприводной Машины Она Очень Даже Круто Рулится На этом У меня Все Всем Пока Пока Все Ссылочки Есть В Достигнете Пятого Уровня Или Четвертого Я Точно Не Помню Ну Короче Всем Пока Пока